Всем привет. С вами вновь инженер-электрик Екимов Игорь. По просьбе зрителей я расскажу, как правильно установить и подключить простой терморегулятор теплого пола RTC70. Общая доля таких терморегуляторов среди установленных мной порядка 70%. Поэтому я решил его рассмотреть отдельным роликом. Я уже рассматривал на канале подключение программируемого терморегулятора. Ссылку я оставил в описании. Место для установки терморегулятора подготавливается еще при черновом ремонте, когда укладывается электрический теплый пол. Укладку инфракрасного теплого пола и теплых матов я буду рассматривать в следующих видео. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтоб эти видео не пропустить. Также буду благодарен вашим лайкам и репостам. Они для меня ценны. Правильно подготовленное место это подрозетник, очищенный от штукатурки, шпаклевки и обоев. Подрозетник имеет два отверстия для крепления терморегулятора. Расстояние между ними 6 см. Подрозетник должен быть достаточно просторен, чтоб в него поместился корпус терморегулятора и все подходящие провода. Подрозетник должен быть заведен провод датчика теплого пола в гофре. Гофра должна быть защищена от попадания в нее штукатурки и шпаклевки. Как правильно завести этот провод гофру, будем рассматривать видео по укладке теплого пола. Также подходит подводящий кабель на 220 вольт и подходит кабель к теплому полу. Причем необходимо проверить целостность теплого пола как после укладки теплого пола, так и перед установкой терморегулятора с помощью мультиметра. Для этого замеряют его сопротивление. Обычно оно указано в инструкции к теплому полу и составляет от нескольких десятков до нескольких сотен Ом. Отключаем напряжение с помощью автомата в щите. Убеждаемся в отсутствии фазы с помощью проверенной индикаторной отвертки. Подводящие кабели укорачиваем до 10 см, разделываем и сами провода зачищаем. У меня все уже подготовлено к установке. Берем терморегулятор и будем подключать датчик температуры. Так на терморегуляторе обозначен датчик температуры. Полярность соблюдать не надо. Откручиваем, вставляем, закручиваем. Следующим подключаем сам теплый пол. Первый и второй вывод. Так вставляем. Заземляющий провод пока не трогаем, отводим его в сторону. Дальше мы подключаем питание к датчику. Смотрим. Тут обозначена фаза, а тут моль. Их нельзя путать, так как терморегулятор прерывает только фазу. Если мы перепутаем, то на теплый пол будет постоянно подаваться фаза, даже если терморегулятор выключен. Как видите, все провода к терморегулятору подключены. Остались только провода заземления. Их соединяем с помощью клеммника. Вот мы соединили заземляющие провода с помощью клеммника. Так как это провод заземления, лучше было бы, конечно, их скрутить и спаять. Также бывают кабели теплого пола. Вместо желто-зеленого провода просто идет заземляющая оплетка. Ее надо скрутить, заизолировать с помощью термокембрика. Потом также соединяем заземляющие провода клеммником или соединяем пайкой. Вообще все терморегуляторы подключаются похожим образом. Только отличается расположение выводов, к которым подключаются провода и сами клеймы, к которым они подключаются. Переворачиваем. Выставляем температуру на терморегуляторе в 40 градусов. Это положение колесика нам пригодится, когда мы будем собирать терморегулятор. Включаем автомат в щитке. Включаем терморегулятор. И видим, что терморегулятор подключен и у него горит светодиод, так как он включился в режим нагрева. У меня вместо теплого пола подключена лампочка. И вы видите, что она загорелась. Мы можем регулировать регулятор. Вот вы видите, он выключился. Возвращаем положение 40 градусов. Выключаем терморегулятор и выключаем автомат в щитке. Снимаем колесико для регулировки температуры. Это можно сделать или плоской отверткой, или это сделать так, как это делаю я, поддев ногтем. Откручиваем шуруп под колесиком. Лицевая панель и рамка легко снимаются. Причем эту внешнюю рамку можно снять и использовать только эту рамку. Все зависит от того, какой дизайн терморегулятора вам больше нравится. Более квадратный или со скругленными краями. Также хочу отметить распространенную ошибку. Этот терморегулятор часто называют механическим. Это неверно. Этот терморегулятор электронный, но не программируемый. Управление полом делается с помощью электроники. В механических терморегуляторах электроники нет. Там он, как правило, управляется термопарой, как это делается в утюгах. Укладываем провода под розетник и устанавливаем. Ставили шурупы. Теперь закручиваем. Перед тем, как зажимают шурупы, проверяем уровень. Теперь зажимаем. Проверяем уровень еще раз. Теперь собираем терморегулятор. Ставим рамку. Ставим накладную панель и прикручиваем. А теперь мы знаем, что у нас колесико стояло на отметке 40 градусов. Направляем на 40 градусов и устанавливаем. Включаем питание с помощью автомата в щитке. Включаем терморегулятор. Так как у нас стоит температура 40 градусов, то терморегулятор включает нагрев пола. У нас включается вместо теплого пола лампочка. Мы можем снизить, допустим, до 20 градусов. Так как температура датчика выше, то терморегулятор выключил теплый пол. Чтобы он опять включил теплый пол, нужно настроить на более большую температуру терморегулятор. Мы выставили 33 градуса нагрев пола. И терморегулятор включил теплый пол на нагрев. Мы проверили, что терморегулятор работает. Дальше проверяем теплый пол на нагрев. Включаем терморегулятор на максимальный нагрев и ждем нагрева пола. Обычно для теплого мата эффект нагрева чувствуется через полчаса. А для инфракрасного пола через несколько минут. На этом ролик заканчиваю. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Также можете рассказать о своем опыте установки этих терморегуляторов. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь видео с теми, кому это может быть интересно. До встречи в новых и старых видео.